Карамба ТВ представляет Вон там,вот там,вот там Можно я всему миру скажу? Я актер! Блять Чувак то,что ты упоролся в щи и пустил сопли Это еще не значит,что ты актер Но вот то,что он попытался их съесть,может что-то и доказывает Правда не понятно,что оно доказывает Но эта фраза меня реально убивает Я актер! Я актер! Что за хуйня? Чему он это сказал? Может он посмотрел Страханину из Лас-Вегаси и подумал,что все наркоманы крутые актеры И решил упороться? Я актер! А не,я понял! Многие артисты очень серьезно относятся к своей роли И запираются от внешнего мира,чтобы получше подготовиться И глубже войти в образ А этот парень будет играть дико упорутого чувака,который жрет свои сопли Вот он и закрылся у себя в квартире на пару месяцев А когда его друзья пришли к нему и сказали,что он ебаный наркоман Он все начал объяснять Я актер! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Блять! Сразу видно,хороший актер! Даже сопли начал есть,чтобы не нарушать образ Вы только посмотрите,с каким натуральным наслаждением он их облизывает Окей-окей,понимаешь,что эти усы дракона очень противные Поэтому посмотрите,как он их жует еще раз Я актер! А вообще может эта ебанутая съёмочная группа такая? Этот парень в натуре актёр, а режиссёр лежит где-нибудь в комнате, обмазанной говном. Вот так и рождаются шедевры вроде «Зелёного слоника» или «Пяти бутылок водки». Приготовьте сейчас, я разрушу ваше детство. Просто в те времена мы не были такими испорченными, как сейчас. А сейчас, ну в принципе, вы сами это услышите. Будь готов к сюрпризам, когда работаешь на скруче Макдака. Ты понял, Пивер? И не говорите, что вы не услышали слово «Пидор». Не, ну это понятно, что по правде он сказал «Бивер» или что-то в этом роде. Но слышим-то мы абсолютно другое. Как бы теперь в связи с этим ебаным законом утиные истории бы не отменили. Если их, конечно, показывают ещё. Но если это всё-таки сделают, то тот, кто их отменит, вообще полный «Пивер». И, кстати, скруч Макдак рискует повторить ошибку чувака из видео с алкозамесом. Ты понял, Пивер? Может, и Пивер? А может, он в натуре Пидор? Вы посмотрите на его бабочку. Теперь ясно, что дядюшка Скруч считает, что он Пивер. Честно говоря, ничего в этой бабочке такого нет. Просто нужно было хоть как-то оправдать то, что его Пидором назвали. И вообще, если я когда-нибудь буду работать учителем, и какой-нибудь ученик постоянно будет что-то не понимать, я ему всё объясню ещё кучу раз и под конец скажу Ты понял, Пивер? А потом меня нахуй с работы уволят. Потому что директор школы... Пивер. Ага, ладно, у меня всё равно никогда не получится так круто ходить, как у него. Не знаю, почему, но подобные видео вызывают у меня непонятную радость и смех. Как же охуенно, когда у людей срабатывает ассоциативное мышление. Ведь этот робот действительно выглядит устрашающе без музыки. Вы только посмотрите. И как круто, что кто-то посмотрел это видео и подумал Ебать, ты посмотри, как он стильно ходит. Под это по-любому нужно какую-нибудь музыку подложить. Вот мы всё думаем, что люди создают всяких роботов в военных целях, чтобы они могли убивать. А по правде всё не так. Роботы создаются для развлечений, чтобы мы могли наслаждаться такими видео. И даже если их как-то переклинит, и они захотят поработить человечество, я даже особо против не буду. Потому что это будет самое стильное восстание машин, которое человечество когда-либо сможет увидеть. Знаете, по-настоящему стильным его делает непоходка. Вы только посмотрите на его ботинки. Мало того, что они очень крутые, так они наталкивают на сознание ещё одной очень странной вещи. Блять, робот в ботинках. Они надели на него ботинки. Нахуя? Чтобы он больше был похож на человека. Охуенный ход. Наденьте на ходячую груду металла ботинки, и она станет похожа на человека. Слушай, а тебе не кажется, что он тот стильный идущий чувак робот? Ты что, нет, он же в ботинках. В общем, кто бы что ни говорил, а робот охуенный, давайте на него ещё раз посмотрим. Следующее видео особенно понравится гитаристам. Да и не гитаристам тоже понравится. Оно о том, когда человек очень сильно чего-то хочет и наконец это получает. Саня! Нахуя иди! Саня! Да иди ты нахуй! Сань! Объявись от меня! Объявись от меня! Объявись от меня! Да Саня, ёбаный! Да блять, Саня, поехали домой уже! Нахуя! Саня, ты... Ламповая голова, дай поиграть, нахуя иди! Охуенно! Ламповая голова. Да, кстати, ламповая голова это усилитель. Мне очень нравится момент, когда он говорит про ламповую голову, а парень за кадром сразу же затыкается. Саня, ты... Ламповая голова, дай поиграть, нахуя иди! Видимо, понимает. Вы обратили внимание на просьбу человека за кадром? Поехали домой! Походу, это уже довольно-таки продолжительное время происходило. Представляете такое, а духу несколько часов слушать? Я, конечно, понимаю, что это дико проскилованный мужик и король свипов. Но все равно слушать звуки лазеров из гитары долго не получится. А представляете, когда этот чувак мелкий был? Сашенька, обед готов, иди кушать! Нахуя иди! Ну да, видимо, после таких слов мать в наказание не стала ему покупать ламповую голову. И все эти годы он мечтал поиграть на ней. Ну, теперь я его понимаю. А вообще, уровень профессионализма проявляется в том, что он нахуй посылает, не отрываясь от гитары. А это действительно очень трудно. Таня! Да иди ты нахуй! Таня! Объебись от меня! Да Саня, блядь! Объебись от меня! Да Саня, ебаный! Я вам вот что скажу. Если вы не хотите что-то делать, а к вам постоянно заходят и напоминают об этом, купите себе гитару и ламповую голову, и тогда до вас точно никто не доебется. Николай Алексеевич, извините, все уже собрались и ждут вас в переговорной. Ламповая голова! Дай поиграть нахуй, иди! В прошлый раз интерактив не был добавлен на монтаже, поэтому сейчас мы все исправим. Итак, вы уже духуя времени думали, что же показывала вот эта девчонка. Кто-то догадался, но мне понравились вот эти варианты. Вот этот самый заебись вообще, по-моему, прям норм. А теперь правильный ответ. Я показала, как телен хлопает в ладоши. А следующее видео на интерактив нам прислали вот эти ребята. Что я показываю? Сейчас. Я звоню, ладно. Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде. Присылайте мне видеоответы на ютюбе, а также вот на это мыло то, что вы сами хотели бы показать, чтобы это попало в интерактив. А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбы выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100 500. Короче, вон там сзади две американские полицейские тачки, ставим палец вверх и подписываемся на новые видео. Это был плюс 100 500, меня зовут Максим, пока. Представляем вам новейшее изобретение подорожник. С помощью нашего подорожника можно исправить любой недух. Вам оторвало ноги, руки, выпали глаза, пластинья, теща сука, жена, блять, циндаун, дождь залетела с утра, запор, хуй не стоит, рак, спит, циферит, смерть. Все это без проблем исправит наш подорожник. Продолжение следует...